До пассажирского трапа с оркестром. В аэропорту в эти выходные играл оркестр ОМВД России. Так музыканты отметили День российской полиции. В аэропорту выступали впервые, но необычных площадок и ярких номеров в истории коллектива достаточно. Именно этот хабаровский оркестр в свое время стал визитной карточкой фестиваля «Амурские волны». Репортаж Татьяны Репиной. Пока внизу пассажиры рейсов до Москвы и Симферополя оформляют багаж, этажом выше оркестр из 16 человек готовится к концерту «Форма». Парадная – повод День российской полиции. В репертуаре оркестра ОМВД по хабаровскому краю 80 произведений отечественных композиторов. Кстати, в 2013 году оркестр под руководством Тараса Юричина взорвал «Амурские волны» с зажигательным исполнением популярной корейской песни «Гангнам стайл». Сегодня повод для концерта более официальный, но овации зрителей те же. Они как будто для меня играют, как будто меня провожают. Ну и очень приятно перед отлётом услышать живую музыку именно нашего оркестра. Я ожидаю самолёт, вылета самолёта, и поэтому решила подойти поближе, послушать. Очень хорошо играет, приятно. Праздник День российской полиции у нас, мы как бы озвучиваем его, поэтому нас попросили выступить в столь известном месте. Это уже как бы традиция такая. Репертуар будет, в основном песни советских лет, эстрада, ретро-музыка. То есть, ну, постараемся порадовать гостей. Сыграть в аэропорту оркестр решил после успешного опыта коллег. С 2019 года аэропорт имени Невельского стал неотъемлемой частью культурной жизни Хабаровска. Первая выставка была посвящена строительству нового терминала и ввода его в эксплуатацию. Первый же концерт состоялся в октябре того же года. Это был оркестр Хабаровского краевого музыкального театра. Стараемся развивать, любую насоте его поддерживаем, поэтому всегда рады новым гостям в нашем терминале. Сейчас выделить площадку для всех жителей проблематично. Список мероприятий в аэропорту уже расписан на лето и осень. В терминале запланировано несколько мероприятий в рамках первых детских инклюзивных игр и совместная выставка с Центробанком.